Дорогие друзья, с вами канал Центр Здоровья. Сегодняшняя наша тема, чем полезна сода для организма человека. Друзья, прошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Поддержите наш труд, а мы продолжаем. Как правильно пить соду по неумывакину и схемы лечения от различных болезней. В последнее время все чаще можно увидеть положительные отзывы людей, которые пробовали лечение содой согласно рекомендациям профессора Неумывакина. Рассмотрим, как правильно принимать этот продукт для профилактики или лечения заболевания. Чем полезна сода для организма человека. Ни для кого не секрет, что современное изобилие продуктов наполнено вредными консервантами, красителями, нитратами. Ежедневно загрязненный воздух отравляет наш организм, влечет за собой вымирание клеток, а использование привычной бытовой техники и гаджетов приводит к воздействию радиации на человека. Употребление животных продуктов образует кислую среду в желудке, что становится причиной изжоги и дискомфорта. Есть мнение, что с помощью соды можно предотвратить патологические процессы, снять или предупредить интоксикацию. Если попробовать соду, то она имеет мыльно-соленый вкус. Однако положительное действие на организм настолько велико, что небольшой дискомфорт можно потерпеть. Разберем положительные свойства гидрокарбоната натрия для организма человека. Регулярное употребление приводит к нормализации обменных процессов, способствует ускорению метаболизма, укрепляет защитные силы организма перед вирусными заболеваниями, выступает профилактикой развития раковых и опулевых болезней, препятствует процессу гниения в желудочно-кишечном тракте, расшепляет образовавшиеся камни в органах человека. Образ жизни современных людей способствует образованию кислой среды, которая приводит к появлению в организме вирусной и бактериальной флоры, размножению вредных микробов и паразитов. Доказано, что правильное употребление содой способно уничтожить паразитов, либо создать такую среду, при которой не будет возможна их жизнедеятельность. После избавления от патологических процессов, попадание содой в организм ведет к омоложению клеток, восстановлению их структуры. Вклад Неумывакина в медицину. Профессор Неумывакин – основоположник космической медицины. Он посвятил большую часть своей жизни разработке способов оздоровления человека, руководил работой специалистов в медицине, разрабатывая методы помощи космонавтам, организовал действующую космическую больницу. Неумывакин имел сомнения в эффективности официальной медицины и считал более эффективной народную. Его методика лечения была применена на большом количестве людей, и полученные результаты свидетельствовали, что любое заболевание в 80% случаев получалось вылечить. Современная медицина не всегда может похвастаться таким результатами. В 2000-х годах система лечения профессора Неумывакина стала внедряться в поликлиниках. Его рекомендации входили в назначение многих ведущих врачей. Множество выпущенных книг на тему оздоровления в различных областях стали популярными среди людей. Неумывакин получил армию поклонников. Суть теории Неумывакина и как он лечил содой. Профессор Неумывакин разрабатывал и продвигал теорию, что употребление содового раствора способствует остановке развития многих заболеваний, улучшению самочувствия, продлению жизни и улучшению ее качества. Суть метода в том, что обычный гидрокарбонат натрия действует на организм как универсальное средство, о благоприятных свойствах которого не было известно ранее. Лечение болезней с помощью соды основано на нейтрализации кислотной среды, возникающей при патологических процессах в организме человека. При употреблении в пищу вредных продуктов, при отклонении от установленной нормы кислотности, начинают развиваться заболевания, которые имеют следующие признаки, такие как нарушение психосоматических процессов, сопровождающие общим дискомфортом, повышением артериального давления, сонливостью, забой в работе желудка и других пищеварительных органов с проявлением изжоги, болей, рвоты и нарушениями стула, заболевания сердца. Как правильно пить соду? Свод основных правил. Чтобы получить желаемый эффект от употребления водного раствора соды, следует правильно его приготовить, соблюдая все правила и пропорции. Доктор Неумываген разработал схему приема для эффективной борьбы с болезнями. Прием готовой микстуры перед едой обеспечивает быстрый результат. Кроме того, полученный раствор можно использовать для наполнения резервуара очистительной клизмы и добавлять в наполненную ванну. Приготовление возможно не только на основе воды, но и молока. В стакан с жидкостью надо добавить 1 четвертую чайную ложку гидрокарбоната натрия и тщательно размешать до завершения химической реакции. Важно, чтобы полученная микстура была теплой. Для максимального эффекта лучше ее пить за полчаса до еды. Пожилым людям следует выпивать до 600 мл раствора в день, а молодым 400 мл. Чтобы не навредить организму методом лечения по неумывагену, важно проконсультироваться у специалиста по профильному заболеванию, подобрать подходящую дозировку порошка. Начинать следует с минимального количества соды для выявления возможных побочных эффектов от продукта. Метод заключается в постоянном увеличении дозировки соды, доходя до 15 г. Но начинать нужно именно с четверти ложки. Если организм адекватно отреагировал на раствор, можно постепенно увеличивать концентрацию. Лечение болезни соды по неумывагену. Важно учитывать, что дозировка – самый важный момент. Кроме того, надо делать перерывы в лечении, чтобы дать возможность организму понять выбранный способ воздействия на болезнь. Дорогие друзья, с вами был канал Центр Здоровья. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Посидентр Здоровья